Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 2 декабря. Житие святого Стефана, царя сербского. Святой Стефан Урош был сын знаменитого сербского государя Стефана Душана, который, объединивший под своей властью почти все сербские земли, завоевавший несколько областей, принадлежавшие греческому царству, провозгласил себя царем сербов и греков. Стефан Урош родился от брака до нашей с Еленой. Год его рождения, 1337-й. Сестрой болгарского царя Александра Освене. Детство Уроша протекло во время самой кипучей деятельности его отца. Принявший царский титул, в 1346 году Стефан Душан венчался вместе со своей супругою, царским венцом. А сына Уроша, которому шел только 10-й год, венчал королевским венцом и с титулом короля стал именовать его в грамотах. Таким образом, с раннего детства Урош стал королем младным, прозвание оставшееся за ним навсегда. По смерти своего родителя Стефана Душана, последовавшего в 1355 году, Стефан Урош венчался на царство, будучи 17 лет, и должен был принять в свое управление обширное сербское царство. Дело это было весьма трудное. Сам Стефан Душан, чтобы управлять многочисленными областями с разнородным населением, сербским, болгарским, албанским и греческим, отдавал их во власть вельмож, получавших от царя по греческому обычаю разные титулы, кесаря, деспота и другие. Эти вельможи, пользуясь почти полной самостоятельностью, могли оказывать союз сопротивления, и нужда была твердая рука Душана, чтобы содержать их в повиновении. Молодой преемник Душана Стефан Урош от природы отличался телесной красотой, душевной кротостью и простотой ума. Править обширным государством ему было трудно. По примеру отца он должен был управлять припосредствии вельмож, но он не имел твердого характера и умения, чтобы удержать их в должном повиновении. Правители разных областей стали руководить со своеволием, а не указаниями царя. Особенную силу в государстве получили вельможи Марняновичи, братья Валкашин, Углеша и Гойко. Валкашин получил от царя сначала титму кесаря, а потом и сербского короля. Так что в свое имя не писал и королевские грамоты. Действительной власти Стефан Урош не имел, он довольствовался одним титулом царя. Много пришлось ему испытать горя, нужды и унижения, но он все переносил скротостью. Честолюбивым вельможам этого было, впрочем, недостаточно. Им хотелось совсем устранить Уроша. Особенно к этому стремился король Валкашин, поддерживаемый своими братьями. Урош, лишенный власти, проживал попеременно в разных сербских городах и областях. Одно время он жил у гнязя Лазаря, правившего, подобно Валкашину, особой областью, под Унайскую, но относившегося к Урошу доброжелательно. По внешности Валкашин обнаружил доброжелательность к Урошу и старался успокаивать еще оставшуюся в живых мать его Елену, вдову после Стефана Душана, которая боялась за судьбу своего сына. Желая засвидетельствовать свое расположение к Урошу, Валкашин однажды пригласил его вместе с собой на охоту в горную страну близ Косово-поле. Во время этой охоты Валкашин влучил возможность убить предательский Уроша. Тело ночью тайно было положено в готовую гробницу при храме Успения Пресвятой Богородицы близ замка Петрича, служившего нередко местожительством сербских государей. Валкашин показывал, что Урош где-то отстал на охоте и что он не знает о его местопребывании. Пораженные горем мать Уроша Елены и супруга Иоанна приняли все меры к разысканию пропавшего царя, но напрасно. Однако нет тайны, которая не стала бы явною. Распространились слухи о ночном погребении кого-то в церкви Успения Близ Петричи. Когда сняли плиту с гробницы, то увидели тело невинно погибшего страдальца, царя Стефана Уроша. Мать и супруга и все окружающие горько оплакали усопшего и торжественно по царски совершили обряд погребения в той же церкви Успения. Стефан Урош был последним сербским царем и последним государем из знаменитого рода Неманничей. Святые мощи царя Стефана Уроша долго посевали в том храме, где он погребен. Но потом из опасения по руганию со старым мусульман перенесены были православными сербскими переселенцами из Турции в австрийский Срем в монастырь Ясак. Подобно всем сербским государям, Стефан Урош построил себе задужбину, монастырь Рождества Богородицы в городе Скопле. Церковная служба Стефану Урошу воспевает его как святого, который от юности предан был Господу. Отечественно покоил вдов и сирот, умерял ссоры и утверждал мир, миловал нищих, защищал обижаемых. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.